всем привет с вами как обычный рудник и сегодня я решил рассказать вам детально про функционал домов и охотничий домик какой функционал у них есть и что дает назначение рабочей силы в них запасайтесь блокнотом ручкой и поехали самое первое и одно из самых базовых строений вашем поселении с чего начинается ваша игровая жизнь это дом в текущий момент в игре есть три типа домов простой малый дом малый дом и дом что вполне логично здесь будете проживать вы с вашей семьей ну или ваши крестьяне вместительность домов соответственно три для простого малого дома четыре для остальных типов домов при заселении ваших домов поселенцами стоит учитывать несколько важных моментов первое каждый дом вне зависимости от максимальной вместительности можно заселить только двух взрослых крестьян во вторых дом где проживаете вы не учитывается при привлечении новых поселенцев деревню то есть имея единственный дом где проживаете сами вы не сможете пригласить новых крестьян до тех пор пока не построить им отдельное жилище к себе можно будет устроить только свою половинку она переедет автоматически после согласия на ваше предложение руки и сердца ну и в третьих если вы подселяете мужчину к женщине спустя некоторое время они образуют семью за них безусловно радостно скоро появятся детишки и все такое но в это же время новоиспеченные мамаши будут не работоспособны первые два года после рождения малыша рабочий статус у них будет mother то есть мать когда ребенку исполнится полные два года работница снова станет доступна для распределения на работы в деревне этот механизм относится как к вашей жене так и к другим семьям поэтому будьте внимательны и старайтесь все же не допускать ситуации когда ваша экономика в деревне рушится потому как одновременно вся женская половина деревни родит и станет на два года недееспособны что еще стоит заметить про дома во время постройки это пока единственное здание где вы можете менять материал стены крыши через кнопку е при строительстве частей дома чем дороже и качественнее компонент тем медленнее он ломается и меньше тратится тепло зимой ну и требуется дров на обогрев а значит сезонное потребление дерева в целом снизится после застройки дома у вас есть возможность улучшить стены соответствующий функционал вызывается через включение режима апгрейд на молотке стены подсвечиваются голубым и для модернизации вам потребуется штукатурка дауп делается она на верстаке из песка клэй и соломы стро делать это в здании барн то есть хлеб требуется по 6 штук на каждый элемент данное улучшение повышает настроение проживающих в нем крестьян если вы построили сначала простой дом из ветоши не торопитесь его сносить для постройки каменного его можно постепенно перестроить для этого вы выбираете дестрой на молотке и снеся стену переключайтесь снова на режим постройки нажимаете я на месте стены и выбираете нужный материал для этой части но тут же замечу если вы начали разбирать дом то проживающая в нем семья автоматически становится бездомной поэтому как только построите стену крайне рекомендую быстрее возвращать жильцов обратно важно не забывать вовремя чинить дома как и другие здания чтобы не дать падать морали связанных с ними крестьян самом доме набор функций пока что несколько скудноват спальные места по вместительности дома и котел для приготовления супов дорогу также на костре снизу можно поджарить мясо но для приготовления пирогов это уже место не подходит для этих целей лично я рекомендовал бы построить таверну и всю поварскую деятельность пирогами и тортами организовал бы там важный лайфхак даже если вы достигли лимита поселенцев по вашей репутации то в деревне все равно будут рождаться дети и обеспечат вам прирост жителей не забывайте это учитывать иметь качественных специалистов на всех основных ремеслах с самого старта игры иначе впоследствии увеличивать рабочую силу со стороны может быть проблематично теперь переходим к охотничьей хижине одному из крайне важных и полезных зданий на мой взгляд основная его функция как нетрудно догадаться добычи еды но здесь место работы не только охотника но и собирателя на экране видно какие материалы дают эти две роли при назначении на них охотника в хижине первого уровня все максимально просто сундук для добычи здесь будет собираться добытый провиант на случай если амбар будет забит также здесь стоит ремесленный стол где вы можете смастерить необходимые для сбора и охоты инструменты на втором уровне хижины функционала гораздо больше во первых увеличена вместительность сундука с 50 до 100 килограмм во вторых появилась сушка на ней вы можете высушить мясо и рыбу и сохранить его свежим на более долгий срок ну и тут же появилась бочка для засолки как раз для получения солтед мид и солтед фиш для вашего понимания соленое мясо вам больше восполняет сытости но при этом минусует вам показатель жажды высушенное мясо же дает меньше сытости но не придает вам жажду все максимально логично на втором уровне хижины также увеличено количество рабочих мест с двух до четырех данное здание крайне рекомендую устанавливать ближе к окраине деревни ближе всего к лесу а вернее к местам обитания животных это одно из основных зданий для настройки процессов самообеспечения вашего поселения я крайне рекомендую одного из первых ваших рабочих отправлять именно сюда если в радиусе действия животных нет охотник будет залипать в хижине и не пойдет работать не не стоит его пинать и выгонять как-то так работает алгоритм так и добыча все равно будет постепенно капать вам в амбар по крайней мере в текущем альфа билде как я уже ранее говорил мое мнение лучше охотник потому что от него мы получим кожу и мясо эти материалы идут на соответствующие склады автоматически из кожи впоследствии мы сможем скрафтить полезные предметы такие как бурдюк перчатки или мешочки а мясо при грамотной обработке в котелке превратится в крайне сытный обед которого хватит надолго и при продаже излишков даст ощутимые прибыль пока что это все до новых встреч мои юные поселенцы